Мужчина-женщина, ему придётся строить женщина-женщина или мужчина-мужчина. Почему? Потому что без любви человек жить не может. Но это не значит, что он не может развиваться духовно. Духовно развиваться может любой человек. Но если человек начинает духовно развиваться, просто услышьте меня, я вас хочу предупредить. Когда человек духовно развивается, приходит время и переключается сознание. Вот с этих отношений на другие. Появляются другие интересы уже в жизни человека. Я это много раз видел. Но само по себе, как человек живёт, в какой семье однополой или правильной, это зависит от его возможностей внутренней. Но человек не должен считать, что ничего не поменяется в его жизни. Будет меняться сознание. Даже когда у человека брак, допустим, муж и жена, мужчина и женщина, такой брак, то он тоже меняется. Человек развивается духовно, там тоже меняются отношения полностью, они становятся другими. Даже в этом браке. Другие интересы совсем. Другое восприятие близкого человека. Всё меняется. Знайте, что в будущем со временем больше будет однополых браков. И к этому надо относиться спокойно. Потому что если не будет нравственного развития людей, то люди будут терять возможность жить вот той жизнью, которую Бог создал. Будет меняться жизнь. Это неизбежно. Семьи будут разваливаться, и меньше будет возможностей быть вместе, жить вместе. Люди начнут жить гражданскими всякими браками, гостевыми браками, и ещё какими-то... Мать-одноночка. Мать-одиночка. Это всё будущее нашей Земли. Если в ней не будет возрождаться духовность и нравственность, то дальше будет всё развиваться вот эта тема. Почему? Потому что, чтобы люди жили вместе, для этого нужна духовная сила. Если её не хватает, то люди вместе смогут жить только на то время, пока их тянет друг к другу половая энергия. Как притяжение закончилось? Всё. До свидания. А если у человека мало благочестия, даже половая энергия не будет тянуть долго. Благочестивый человек может любить вот именно половое вот это влечение. Может и семь лет быть, допустим, к жене. А если благочестия мало, то две недели и всё. Кончилось это влечение. И что теперь? Следующее искать. Надо правильно понимать, что такое семейная жизнь.